Цены на фрукты не должны были вырасти минимум до весны. Но самые дешевые те, что из Китая, теперь на рынок не поступают. И чаще заказывают товары из Африки и стран СНГ. А они на порядок дороже. Зато, по словам продавцов, вкуснее и полезнее. То же самое можно сказать и про отечественную продукцию, которую продают как альтернативу китайской. Главное – тщательно мыть руки с мылом. Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками. А качество фруктов и овощей на рынке гарантируют продавцы. У нас товары были, в основном фрукты, у нас овощи местного происхождения. Яблоки идут из Краснодара, Азербайджана. Есть казахстанский апорт хороший. Овощи у нас, картошка, лук в основном местного происхождения тоже. Урик идет, ревякина. Огурцы сейчас уже начали томские завозить. Есть также бакинские помидоры. 150 рублей за кило – цена турецких лимонов. Апельсины, также прибывшие к нам из Южной Европы, обойдутся в 220 рублей. Любителям свежих испанских мандаринов придется заплатить 250 рублей за килограмм. Яблоки стоят в среднем от 130 до 170 рублей. А вот с овощами ситуация иная. Спрос на эти продукты упал после новогодних праздников. Так, цена местного картофеля – 60 рублей за килограмм. Самая дешевая капуста – тоже из Иркутского района. Ее стоимость всего 35 рублей. От 220 до 280 варьируются цены на помидоры. Ну а самые дорогие овощи – огурцы. Килограмм самых дешевых в зимний период обойдется в 280 рублей. Кстати, именно отечественную продукцию предпочитают покупатели. Картошку я беру русскую. Все остальные овощи тоже в основном предпочитаю брать нашего производства. Потому что знаю, что они качественные, хорошие. Китайскую продукцию, наверное, сейчас не боюсь брать, потому что знаю, что границы все закрыты. Что к нам, наверное, не провозят все-таки вот эти плохие продукты. Цены на фрукты, по прогнозам продавцов, станут ниже только в конце марта. В период – недостатка витаминов. А вот овощи подорожают ближе к майским праздникам. Как раз к началу дачного сезона. Александр Гаврилов, Александр Барановский. Новости сейчас.